Николай Николай, тебе что сказано? Николай, убери заправщик с площадки Не свести, дороги не будет Это свистит Новик Я молчу, хотя сейчас у нас последняя возможность объясниться Но, кажется, все сказано Мы сидим на теплом бревне в Центральной Сибири выше 60-й широты Я, Батов Виталий Николаевич, бывший начальник строительно-монтажного отряда номер 100 И мой бывший друг и прораб Виктор Петрович Новик Он ждет нового начальника отряда А я жду вертолет, чтобы уехать отсюда навсегда Заявление в кармане, чемодан в ногах Николай, твоя душа Уберешь ты машину или нет? Не свести, дороги не будет Мы оба спешили, Витя, а теперь ждем В Москву ничего передать не надо? Спасибо, ничего А то могу Нет, спасибо Будешь бороться и против Рестцова? Буду Будет Упрямый Этим он мне и понравился Я спешил сюда после института От места в аспирантуре, которое мне гарантировали Спешил, чтобы быстрее начать и кончить этот уникальный аэродром Я тоже спешил, когда получил предложение возглавить отряд Мы спешили, а мерзлота называется вечный И, следовательно, не любит торопливых Я заплатил, ты, Витя, еще нет Не вышло быстрой победы, парень Я помню, как ты представился мне при первой встрече Я хочу занять ваше место Мне 23 года Я приехал сюда начинать карьеру, поэтому буду хорошо работать А что? Жаль, Виталий, я не объяснил тебе сразу Тогда в Москве, когда ты звал меня к себе Что это значит? Это в каком смысле? Ну, тебе достаточно самому считать себя хорошим человеком А мне надо иметь подтверждение своей стоимости В других людях, в положении, в росте, в перспективе Мне нравится прямота Не люблю тихих, незаметных Выбирай Мы строим дорогу, Витя Хоть и воздушную, но на земле Мы мерзлоту разрушим А она взлетное поле Разрушение мерзлоты, повышение сейсмоактивности Опасность землетрясения не установлена даже учеными Мы строители, нам хватит своих сомнений Но почему я должен думать, разрушить толчки лет через сто полей или нет? Я отвечаю за то, чтобы поле соответствовало проектному заданию Каждый должен в наше время отвечать за свое дело Времена самодеятельности кончились Если разрушим мерзлоту, нам не придется долго ждать, Витя Только она держит эту землю Без нее здесь ничего не построить Край превратится в болото Утонут дороги, поселки, тайга Ослабленную корку Изнутри будут раскачивать сейсмические толчки Черт знает во что превратится эта земля Ну, это ваша забота Я обязан стремиться занять ваше место Если я хороший работник Намек понял Нет, мерзлота красивая Там, под землей Я был на Норильской мерзлотной станции Как кораллы Отломишь веточку Она тут же на ладони тает Как секунда На ковер похоже Волоны льдом опоясаны Как серебряными нитями Это сказка С этим невозможно бороться Как с закатом Дождем Девушка Девушка Счет, пожалуйста Но учти Независимость не всегда идеальное качество Не со всеми Если я тебя буду звать Витей Ты, конечно, будешь говорить мне Ты и Виталий Нет? Виталий Девушка 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 Сколько с нас? Я заплачу, Витя Платит тот, кто приглашает Трудно тебе Витя будет Тепло передается Лишь от горячего К холодному телу Только так От одного К другому Если температура уравняется Не будет движения Все остановится Замрет Погибет Не надо пытаться Все сделать похожим на себя Если ты все остановишь Ты остановишься и сам Если бы не было мерзлоты Не было бы и нас на этой земле Не было бы движения Она вечно Потому что вечно будут другие люди Кроме тебя Другие Спасибо, девушка До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Я добивался пересмотра проекта Новик был против Против был и Главк Я летал в Москву Повысить строй нормативы отказались Я должен был строить по проекту В который не верил Когда я сошел на землю Я уже все решил Но не сумел ему доказать Наверное потому что Сам ошибся Давно Когда взялся за проект С заниженной сейсмикой Виталий С приездом Ну что, как слетал? Хороший подчиненный не спрашивает А ждет, пока начальник сам скажет Я жду Есть решение Есть решимость Громче, не понял Заключение министерства Мое Ума заключение Самоубийца Не понимаю Так в школе учили Не понимаешь? Спроси, объясню Попробуй Не понимаю глупости Слышишь? Объясню Отойдем Оказывается Хороший руководитель, Витя Должен обязательно быть хорошим человеком Не ухмыляйся Необходимые, но правда Совершенно недостаточные условия Не перебивай Успеешь Я летел, Витя, через нашу страну Много часов Над миллионами людей И думал Знаешь Иногда полезнее думать О смысле жизни Чем о производительности Для производительности же полезнее Вот думал я У них там внизу Свои жизни, дела А ты, Виталий Николаевич Мог бы быть на твоем месте Другой начальник Строительно-монтажного отряда Если решил на свою ответственность Сломать утвержденный проект Не только может Но будет в скором времени К этому и готовился К тому, что снимут Но не сразу снимут, Витя Надо успеть начать Решился, когда понял Раз на этом месте я Значит, именно я должен быть на этом месте Подожди Обрати внимание Я должен Я И люди, которые, казалось бы, случайно Приехали строить наш аэродром Тоже не случайны А если я не случайный начальник Я обязан взять на себя ответственность За изменения неверного проекта Даже если мои начальники не решают Ну, короче, за место не держишься Я за себя держусь Значит, надо поступать так, как можешь поступать только ты То есть я, Батов Иначе я плохой начальник Потому что человек никакой Кто плохой человек? Тот, кто не отвечает за то, что он единственный на свете За себя не отвечает Я очень хочу быть хорошим Готов выслушивать твои возражения Уговоры Потом то же самое из Москвы Потом угрозы Затем пережить и снятие с работы Если они до тех пор ничего не поймут И ты спокоен? Волновался, пока не решился Теперь глупо Ну, хорошо А что мне прикажешь делать? Приказываю Поддержи портфель Держи Там наше взлетное поле Настоящее Тяжело? Тяжело, что не понимаешь Новый проект не утвержден Для меня, для тебя утвержден Кем? Мной Это несерьезно Детский сад По нему каждый метр потребует вдвое больше бетона Поэтому его и выбираем И вдвое дороже И в десять раз надежнее И сроки увеличиваются вдвое Витя Когда тут каждый день Будут взлетать и садиться самолеты Мы с тобой будем спать спокойно А если построим плохое поле Хорошее из плохого Придется делать кому-то другому Авиация будет ждать Ты разве никогда не ждал на аэродроме? Да нет ничего противоестественного Я не буду строить по неутвержденному проекту Как? Не слышу Громче Не буду Чем выше напряжение Тем тише говори Закон для руководителя Не будешь? Не хочешь как единомышленник Придется выполнять приказы Начальника СМО БАТОВВН Как подчиненному Здесь основа для жизни Одна мерзлота Нам или существовать с нею Или уходить отсюда Приходится думать заранее Это не наши проблемы А будущего Чем быстрее мы встретимся с проблемой Тем быстрее решим ее В наше время, Новик Приходится отвечать за будущее Отвечать за качество Отвечать именно за будущее Вопрос качества Это мировоззрение Дело не только в проекте Дело во мне В моем человеческом качестве В нашем А проект подпишут Найдут средства и подпишут Вот тогда и будем думать Главное быстрее, дешевле Быстрее да дешевле Выходит дороже Запомни, Новик Если тебе, начальнику Приходит в голову мысль Поскорее сбыть объект с рук Рабочий тут же чувствует это Ты начальник Начало От тебя все идет Как начнешь, так и пойдет А мы начинаем Я слушал твои Поэтические излияния Теперь скажи, на что ты надеешься? На время На разум Сообразят Найдут деньги И фонды Надеюсь, раньше, чем снимут Снимут через месяц И отдадут под суд И меня вместе с тобой Начни я сейчас корежить мерзлоту Рубить сук, на котором мы все здесь сидим Всю жизнь бы потом мучился Я понимал, что госплан нормативы менять не будет Пока проектировщики министерству сейсмику не уточнят А для академии нужны годы А не дни Над проектом работали сотни людей Я должен Обязан был сигнализировать Ты ведешь себя так, словно ты Честный человек, а я подлец А я не подлец У меня есть свое мнение Я имею право на него А я и считаю нас спутниками, ведь они случайными встречными Почему ты требуешь, чтобы я понимал тебя? У меня другие планы, другие задачи, другая судьба Хочешь пасть жертвы? Пожалуйста Твое дело А почему вместе с тобой должен буду отвечать и я? Пойми меня, я тоже человек, как и ты Можешь подать заявление по собственному желанию Правда, для твоей репутации это не лучшее событие И я не хотел бы отпускать тебя Я нашел тебя Я знаю твои достоинства и недостатки Решай Но это несправедливо Ты не оставляешь мне выбора Я тоже не выбираю Я делаю то, что должен делать в данной ситуации честный инженер Но почему ты не сказал мне это три месяца назад, когда я приехал, когда ты заманивал меня сюда? Я пришел на готовый проект, на конкретную землю Только теперь мне стало ясно, что и будущие проблемы, и сегодняшние решаются проектом Проекты, гены, экономики Здесь все Хватит гордиться мужеством исправлять ошибки Где голова, чтобы не делать их? А кто будет исправлять ошибку, которую ты собираешься сделать? Ты ничего не смыслишь в том времени, от имени которого выступаешь Я живу в настоящее время Сейчас все стареет через пять лет Люди, идеи, машины Больше нет вечного, даже мерзлоты Новые мысли вечером уже принадлежат архиву Моральное старение происходит в сто раз быстрее Это, может быть, через десять лет вообще дирижабли вытеснят из Сибири весь транспорт И аэродромы, взлетно-посадочные полосы, прочные, вечные, в которые ты призываешь нас ухлопать столько труда, не будут нужны Ты не слышишь сигналов, которые тебе шлет настоящее время Ты говоришь о будущем, потому что сам человек вчерашнего дня И слава богу Но я участник, а не соучастник Батов Проект не костюм, его не выбирают Ты идешь на уголовные преступления Я вместе с тобой расплачиваться не хочу Я против тебя Ну тогда действуй, Новик Ты молод, силен, умен, энергичен В настоящей борьбе и поражение прекрасно Даже если оно твое поражение В середине июня прилетела комиссия Два дня решали Возвращаться к старому проекту Или разрешить продолжать строить с изменениями Резцов был в комиссии Уехали без решения Ответ получили из Москвы Строительство временно приостановить Батова от исполнения обязанности начальника СМО-100 отстранить Замечания проекту изучить Вот так Смирно, ты кладкую опять на тебя подам Слышишь? Убери машину Может, на словах дома что передать? Могу позвонить твоим Я сам могу это сделать Ну, извини тогда Я не хотел твоего поражения, Виталий Ты предал меня, а не я Я лишь хотел остановить тебя Мне оставалось или уехать, или бороться с тобой Уехать для меня потерпеть поражение А я не имею права на поражение Для этого у меня нет времени Я победитель лишь потому, что хотел и хочу исполнять Беда в том, что все берутся решать И никто не умеет выполнять решение Нужны исполнители, а не композиторы Те, кто умеет делать то, что ему приказано Запланировано, считай, сделано Вот закон А нет, каждый несет от себя тяну Да такую, что планы и проекты приходится без конца менять, корректировать, нарушать А это нарушение закона в экономике ее законности Я хочу точно знать, что должен делать Я хочу быть уверен, что через месяц, неделю, день, час, минуту все не переменится Так может думать человек, но не руководитель Каждый руководитель всегда исполнитель Это профессия, а профессия требует законов Руководитель не просто профессия, а призвание, так сказать Возможность выразить себя особым образом Через других людей Это талант Чтобы под твоим руководством люди стали работать лучше, чем без тебя Где твоя искренность, Виталий? Ты боишься, что тебя заставят строить по тому проекту, который ты отвергал Но будь же последователен, борись дальше как подчиненный Это сложнее, но зато честно Но ты уезжаешь Когда меня отстранили, многие подали заявление, но я остался Ты вошел с пачкой заявлений, ты был растерян Помнишь, как это было? Батов! Виталий! Зайди в контору Он на пятом участке, как нужно, там же люди Он на третьем участке Ну давай, давай, поторопи на низко Ну зачем устраивать демонстрацию? Настраивать людей? Зачем эти десятки заявлений? Виталий, ты можешь остановить их Обязан, должен Остановить хотя бы до осени Сейчас самое напряженное время Я себя остановить не могу У тебя нет шансов Надежда всегда есть, даже сейчас Все кончено, Виталий Чем скорее ты поймешь, тем будет лучше для всех Объясни тем, кто собрался уезжать Надо работать Я буду работать, исправлять за тобой Такие, как ты, призывают на всех углах к инициативности Вместо того, чтобы учить исполнительности Ты подорвал в коллективе веру в проект Будь уверен, ты подорвал в людях и веру в нас Нельзя расшатывать в людях уверенность В истинности того, что они делают Того, что им говорится, приказывается Лучше совершить ошибку, Виталий Чем сомневаться в каждом своем шаге Признайся им, что ошибался Тебе верили Нет, они уезжают, потому что не хотят делать то Что уже сейчас подлежит исправлению У нас нет безработицы А здесь собрались кочевники Которых не испугаешь переменной места Свои деньги за свои руки они получат везде Но жизнь свою бессмысленно тратить Не будут Понимаешь ты, прораб Люди приехали строить для других людей Для тебя стройка, проценты, графики, кубометры, метры Для меня люди Которые, как я сам, не случайно строят на вечной мерзлоте А не в благоустроенном Подмосковье Значит, это очень надо, если мы здесь Вот в этом они не должны сомневаться Ладно, хватит меня воспитывать Ты актер, а не строитель Когда ты захлебываешься в ханжестве Мне хочется быть подлецом Я не верю тебе, не верю твоей любви к людям Ты используешь рабочих, которые ничего не понимают В техническом обосновании проектного задания Ты подбил вторую бригаду продолжать бетонирование по измененным нормам Нет, Новик, они поступают так, потому что хотят не только исполнять, но и отвечать И с ними тебе невозможно бороться Ответят и они Я отстранил бригадира Если бригада решила, другой бригадир будет делать то же самое День, два, не больше Я не буду им отпускать бетон Они не смогут выполнить план А за план ответишь ты То, что вторая бригада продолжает работать по измененному проектному заданию Убеждает меня, что я нужен здесь Пока нужен И пока я нужен, я останусь здесь Кем? Прорабом Ну что ж, этого надо было ждать Именно так Личный пример учит сильнее всего До нового начальника я остаюсь Пожалуйста, пусть тебя уволит новый начальник отряда За нарушение закона Почему у нас не судят за экономическое сумасшествие? Проект это закон Пойми ты, производственный герой Законы устанавливает человек Люди, ты человек Я прораб Человек это не должность Правильно, не должность, а профессия Надо еще учиться ей Привыкли, что право называться человеком каждому от рождения полагается А этого надо добиваться каждый день А не показывать паспорт Где, кстати, не написано Умный ты или дурак Надо думать о старости, Новик Самая страшная кара Неудавшаяся жизнь Большего наказания быть не может Тогда и смерть избавления Я так не хочу Я устал от слов Разум не роскошь, а предмет первой необходимости Который не следует эксплуатировать попусту Ты, наверное, мало читал Поэтому тебе приходится много думать Есть много вещей, Витя Которые понял я сам Возможно, их уже знает кто-то Но важно, что я, Батов, открыл их для себя Поздно Так получилось Не понял Понял, что есть люди, которые не умеют есть Не улыбайся Считается, все умеют Не умеют думать Тут ты согласишься Йоги, говорят, мы не умеем даже дышать Знаешь, я им верю Искусству жить, товарищ Витя, надо учиться Всю жизнь Жить – самая сложная профессия Профессия, в которой все мы любители Я серьезно А дело, ну, то, что принято называть профессией Половина жизни, если не вся жизнь По крайней мере, для мужчин Я часто об этом думаю И ты думай, Витя Ты умеешь Если бы ты занялся научной работой То принес бы много пользы Я просто гарантирую Совершенно без иронии В тебе есть страстность Но нет опыта поражения Ты должен бы хотеть поражения Чтобы стать мудрым, взрослым Здесь тебя это поражение ждет Поверь, поражение часто оказывается победой Ну, ладно, я ухожу с последнего акта высокой драмы Тебе же не нужны зрители Достаточно одного в первом ряду по фамилии Батов Аплодисменты Я ухожу Но пойду до конца Мое взлетное поле здесь Мне нравится готовность идти до конца Это очень полезно для дела Если при таком активном сопротивлении Я окажусь победителем Значит, можно быть уверенным в моей правоте Ты настолько силен Что, пожалуй, тебя лучше иметь врагом Чем единомышленником Ты играешь Но я не ребенок Пойми раз и навсегда Не обижайся, Витя Не обижайся Я вот помню По воскресеньям Отец с утра Боролся со мной Заберусь к ним с матерью в постель И давай возиться Тогда я, конечно, не понимал Что он должен не показывать вида Что вориться не всерьез И не жалеть меня Чтобы я не потерял интереса Но я не боялся Не боялся силы Не боялся другого человека А ты боишься меня Честно, а? Прекрати напрашиваться в отцы Смешно Довольно Мы объяснились Я тебя понял Не понял Я останусь до приезда нового начальника И поговорю с людьми Давай заявление А строить буду Как и строил Пусть новый начальник увольняет Николай Убери машину с поля Слушай, если в Москве будешь Позвони Зачем? Как дела идут, расскажешь Перестань, Виктор А что перестань? Можешь сам звонить сюда Могу Резцов идет Здравствуйте Здравствуйте Что так неожиданно С оркестром бы встретили Встречают гостей А я работать приехал Нападаете? Кстати, оркестра нет А нужен Понятно Чемодан вижу А где заявление? В кармане? Неужели не будете уговаривать остаться? А как? Научите? Попросите Польстите Вообще пообещайте Хотя что? Место начальника отряда Обещать не можете А изменения к проекту Вам утверждены Так что я не нужен Так для формальности Кривляюсь Откуда уверенность такая? Вам сообщили уже? Обстоятельства вы знаете Раз согласились быть начальником Надо думать Не станете Повторять мою ошибку Сразу начнете строить В изменения проекта Не предполагать же мне Что вы нечестный человек Спасибо Вы получили разрешение На изменение проекта? Неофициальное А что это значит? Право решать на месте? Да Самое главное Свобода действий И как же вы используете Свою свободу? А как бы вы поступили На моем месте Виктор Петрович? Вы знаете мою позицию Я спрашиваю о вашем мнении Ситуация изменилась Но вы все уже решили Это заметно Собственные мнения Часто мешают Я хочу Чтобы мое решение Было и вашим Виктор Петрович Хочет узнать Как вам удалось Добиться такого решения Я тоже хочу Начальство Любит ясность И не любит сюрпризов Я поставил условия На которых согласен Принять стройку Сразу Начальство Должно быть уверено Что руководитель Поведет себя Как оно предполагает И рассчитывает Учите? Нет Никто не учит Все только учатся Я чувствовал Что сейчас решается Быть может Даже судьба Каждого из нас Казалось Слышно Как стучат часы У нас на руках По-разному В разнобой Батов решил уехать давно Решил, но не хотел Новик хотел бы Сейчас же уехать Но не решался Я боялся Что останусь один Они были нужны Здесь Они знали это Но оставаться Значит Переступить через себя Трудно требовать От человека Быть выше себя Отвечать за все Все, что я мог Сказать им Они знали сами Трудно быть Руководителем Человеком Которого жизнь Каждый день Учит Отвечать за то За что Один человек Казалось бы Не может отвечать За бетонщика Что не вышел В понедельник На площадку За главк Допустивший ошибку В планировании За снабжение За погоду За семейное дело Подчиненных Быть руководителем Значит Учиться Быть Человеком Привыкать Отвечать за каждую Минуту своего Времени Не только Своего А и чужого За каждую Секунду Нашего Времени За каждое Слово За каждый Шаг Иногда Поэтому кажется Что ты не человек Что ничего Это тебе не позволено Правильно Нельзя ошибаться За твою ошибку Расплачиваешься Не ты один А многие Коля Отгоняй ее Казгару Я понимаю Положение Резцова Но не могу Остаться Не хочу Чтобы увидев Нас рядом Люди тут же Вспоминали А бывший Начальник Батов Не хочу Жалости Мне трудно Было Убедить себя Что сняли Меня справедливо А убеждать Справедливости Этого решения Других Еще труднее Ничего Останется Новик Новик Прекрасный Специалист Батов Мерзот Мерзлой Жена Я чувствую Я чувствую Я чувствую себя Прекрасно Мерзот 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 Вы все равно Улетите Мерзот Витя В наших силах Не упорствовать В заблуждениях Остановись Или улетай Навсегда А я честно Сказал тебе Буду бороться Против изменения Проекта Я это говорю И сейчас Новому начальнику Я понял Спасибо Хотите лететь Сегодня С вашим же вертолетом Обратным рейсом Есть необходимость Такой командировки Как думаете Виталий Николаевич Каждый Должен Все пройти Сам Но запомни Новик Ты везде Встретишь Других людей Которые Как и ты Уверены В собственном Праве на жизнь Ну у тебя Будет время Досказать мне Все в полете Ты идешь А вещи твои Ну я же не уезжаю Я вернусь Портфель Бритва Зубная щетка Я сейчас Быстро Побежал Сил много Вернется? Нет В Москве Он поймет Что дальше Сопротивляться Бесполезно Он учился Промат Он был отличником По всем предметам Он быстро учится Он скоро поймет Что изменение Проекта Потому возможно Что это не просто Желание лучшего Для лучшего Нет предела А необходимость Учат не слова Поступки Надо верно Поступать Чтобы учить А вы уезжаете Я понимаю вас Но тогда не претендуйте На то Чтобы он прислушивался К вашим словам Вы считаете себя Несправедливо обиженным Нет Я понял Оказывается Начинать строить Надо еще До начала строительства У меня не обида Просто не хочу Двусмысленной ситуации Двоевластия Когда начинают Дело Батов Все начальники Вообще Начальник Самая странная На земле должность Настоящий начальник Как Господь Бог Которого не существует А тем не менее Все в природе Прекрасно работает Мы связь Мы слово От одного человека К другому Я знаю это Жаль, что ты уезжаешь Батов Давай заявление Новик уже бежит Держи заявление Удачи тебе Ну Летим До свидания Я жду вас Я чувствую Как резцов Смотрит нам В спину Как смотрят Из поселка На вертолет Люди Как смотрит Это чистое небо На землю На меня Чемодан Кажется Невозможно Тяжелым Режет руку Мне кажется Что я иду Медленно Годы Целую жизнь К вертолету Если бы каждый Мог потерять Жизнь И вернуть Он понял Бы всю силу Любви Жизни К нему Все счастье Жить Получает Больше Тот Кто Сам Любит И если Страдает То от Любви А это Страдание Называют Счастьем Надо бороться Не с жизнью А за нее Даем взлет Отойду Состоронне Быстрее Виталий Садись Ты слышишь Что случилось Случилось Витя Я остаюсь Запомни Ты всегда Можешь вернуться Сюда На эту землю Что случилось Почему ты Не летишь Потому что Летишь Ты До свидания Новик Слышишь Прощай Николай Убери заправщик С площадки Николай Тебе что Сказано Николай Убери заправщик С площадки Не любишь Летать Дай заявление Точно Мое Я ходить Люблю В небо Смотреть Со своего Аэродрома Полетишь Полюбишь Не летал Еще Со своего С такого Не летал Я тоже За Новика Остался Нет За себя Тогда приказ Номер один Начали Завтра Батов Начнем вместе У тебя Какие часы Полет Наверное Полет У тебя тоже По местному Времени Завтра Уже Сегодня Тогда Переводим Время Вперед Перевожу Имею Право Обязанное Слышишь? Где-то Сейчас Вечер Батов Где-то Ночь Где-то Утро А у нас Время Всегда Одно Вечность Пока Продолжение следует...